В Казахстане нет законов, устанавливающих цену на социальный хлеб, заявляют каргандинские предприниматели, поэтому никто не может заставить их держать стоимость на данный продукт. Тем более, что социальная мука распределяется незаконно, считают в Казахстанской ассоциации предпринимателей. Бизнесмены требуют привлечь к ответственности чиновников, виновных в незаконном распределении дешевой дотационной муки. Как известно, ее перестали выдавать трем пекарням, которые в ноябре подняли цену на формовой хлеб из муки первого сорта. Хотя все хлебопеки по закону должны быть равны, уверены предприниматели. Законного порядка распределения муки не существует до сих пор. А если нет законного порядка его распределения, но мука распределяется, значит происходит незаконное распределение муки. Что является в соответствии с законом о борьбе коррупции, значит коррупционным правонарушением и условиями отсутствия этого регулирования. И это создает условия для порождения коррупционных правонарушений и преступлений. Юристы ассоциации проштудировали все законодательство и нашли только один документ, касающийся социального хлеба. Постановление правительства 20 июня 2014 года о выделении средств из резерва страны для стабилизации цен на хлеб. Но получается и это постановление невыполнено, считают в ассоциации. Меморандумы о неповышении цены, которые Акимат заключает с хлебопеками, юридической силы не имеют и не обязательны к исполнению. То есть если предприниматель подстраховался, грубо говоря, там зарегистрировал в канцелярии, что он сдал этот меморандум, ну значит у него есть шанс, что его, грубо говоря, не кинут. А если нет, как в нашем случае, вот у нас по нескольким организациям это произошло, то их буквально, значит, органы исполнительной власти Акимат города их, что называется, прокинул. С получением муки для выпуска дотационного хлеба. Между тем в Акимате считают, что предприниматели проблему надумали. На самом деле цена на социальный хлеб в Караганде стабильна – 45 тенге. И купить такой хлеб можно практически в любом магазине. Мы, как Акимат, местный исполнительный орган, в первую очередь защищаем интересы нашего населения, особенно социально уязвимых слоев населения, пенсионеров. И мы не можем пойти на поводу, так скажем, у предпринимателей, которые в погоне за прибылью, за сверхдоходы пытаются там создать ажиотаж вокруг всей складывающей этой ситуации. Цена на хлеб будет постепенно повышаться, ответил зам Акима по одной тенге в квартал. Такое решение принято правительством. К тому же в Акимате считают, что ажиотаж раздувают три обиженных хлебопекарни, которые не смогли выдержать конкуренцию на рынке. Всего в Караганде пекут хлеб 16 пекарен.